Россия отправила помощь в Газу. Протестующие ворвались с Капитолий, на автора Масяни возбудили уголовное дело. Привет, меня зовут Анна Ривин, это новости в воздух на Ходорковский лайф и вот главные новости к этому часу. Пресс-служба армии Израиля заявила, что количество верифицированных заложников, удерживаемых Хамасов, теперь составляет 203 человека. Обстрелы сектора Газа Израилем продолжаются. Палестинские СМИ утверждают, что Цахал уничтожил уже пять пекарен, поставляющих хлеб для населения. Министр обороны Израиля считает, что война продлится еще долго. Это займет много времени. Война на юге, а если понадобится, то и на севере или где-либо еще может занять месяцы, а восстановление займет годы. Только когда восстановление будет завершено, мы одержим победу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риск перерастания палестинско-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок. При этом, по словам министра, Россия считает провокационными попытки все свалить на Иран. Иранское руководство, мол, занимается достаточно ответственную и взвешенную позицию и как раз призывает к тому, чтобы не допустить разрастания этого конфликта на весь регион и сопредельные страны. В Израиль прилетел премьер-министр Великобритании Реши Сунак. Сначала обострение конфликта в Израиле побывали глава европейской дипломатии Урсула фон дер Ляйн, госсекретарь США Энтони Блинкен, немецкий канцлер Олаф Шольц и президент США Джо Байден. Стоило последнему улететь из Тель-Авива, как арабо-израильский конфликт дало себе знать в одном из зданий Конгресса США в Вашингтоне. Сотни демонстрантов вышли на Капитолийский холм и проникли в офисное здание Палаты представителей США, призывая законодателей администрации Джо Байдена добиться прекращения обстрелов в секторе газа. Об этом сообщает CBS News. Митингующие, проникшие в здание, были одеты в черной футболке с надписями «Евреи требуют прекратить огонь сейчас» и «Не от нашего имени». Они сидели на полу в одном из залов здания Конгресса и пели, держа в руках большие плакаты с надписями «Прекращение огня» и «Пусть газа живет». Полицейские заявили, что митинги внутри здания запрещены. Они пояснили, что изначально протестующие вошли в здание закона, пройдя через контрольно-пропускные пункты, им было разрешено собираться. Но они не последовали предупреждениям полиции после начала демонстрации. По предварительным оценкам, полицейские арестовали около 300 демонстрантов. Трем людям предъявили обвинение в нападении на правохранителей. Сам Байден накануне согласовал с Конгрессом выделение 100 миллионов долларов в гумпомощи сектору газа. О поставках также объявила Россия. Спецборд российского МЧС с 27 тоннами груза на борту уже вылетел в египетский аэропорт Эль-Ариш. Там груз передадут представителям Красного полумесяца и повезут на границу. Напомню, вчера вечером официально Израиль разрешил поставку гуманитарных грузов в сектор газа через пограничный пункт Рафах в Египте. Главное условие Иерусалима – никаких грузов двойного назначения и гарантии, что помощь не будет передана напрямую Хамасу. В российском грузе – крупы, сахар и макароны. За сутки Россия 105 раз обстреляла Херсонскую область. Удары пришлись в том числе пожилым зданиям, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. В результате атаки два человека погибли, четверо получили ранения. В Николаевской области в результате ракетного удара погибли два человека, один получил ранения, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Также под удар попал сам Николаев. Были повреждены многоквартирные дома и складское помещение. Число погибших в результате попадания ракетов в многоэтажку в Запорожье выросло до пяти человек. По данным МВД, российские военные ударили по городу ракетами С-300. Как сообщали местные власти, одна из ракет попала в многоквартирный дом. В одном из подъездов были разрушены квартиры с третьего до пятого этажа. Поисковая операция продолжалась более 20 часов. Погибли пять человек, еще пять ранены, сообщает МВД. Спасатели также обнаружили под завалами кота, которого вернули хозяину. Россия перебросила боевых дельфинов ближе к фронту, предположительно для борьбы с украинским спецназом. По данным издания Naval News, загоны появились на военно-морской базе в поселке Новоозерном в северо-западной части Крыма в сентябре 2023 года. Об этом сообщают спутниковые снимки. Ранее в этом районе участились рейды украинского спецназа. Издание сообщает, что загоны расположены рядом с пристанью устричной фермы, к западу от основных причалов Новоозерного. Но они не подходят для разведения устрицы, а имеют те же параметры, что и загоны, которые используют ВМФ России для разведения дельфинов. Как утверждает издание, дрессированные дельфины считаются эффективным оружием против военных водолазов. С помощью гидролокатора они способны обнаружить солдат, отметить их для военных или убить. Вероятное, ВМФ России задействует дельфинов для защиты кораблей от водолазов-минеров и борьбы с водолазами-разведчиками. Также дрессированные животные могут патрулировать побережье, добавляет Naval News. Арестованных адвокатов Алексея Навального перевели на более строгие условия. Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, арестованных по делу об экстремистском сообществе, перевели в Кремлевский Централ. Это спецблок изолятора «Матросская тишина». Об этом сообщает BBC со слов адвоката Андрея Гривцова, который защищает Кобзева. По словам адвоката, в Централе более строгие режимы, сильная цензура. Причины перевода туда адвокатов неизвестны. По данным издания, сам Алексей Навальный сидел после возвращения из Германии в 2021 году, также в Кремлевском Централе. После ареста адвокатов у Алексея Навального появились новые защитники. На суде в Коврове его предоставляет адвокат Леонид Соловьев. Кроме этого, сообщает медиазона, к защите политика предполагается привлечь адвоката Алексея Цветкова. В Казани задержали Алсу Курмашеву, журналистку татаро-башкирской службы «Радио Свобода». Ее обвиняют в том, что она самостоятельно не предоставила документы, необходимые для ее включения в реестр иностранных агентов, за что в России предусмотрена уголовная ответственность. Курмашевой грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Как сообщает татар Информ, по версии следствия, в сентябре 2022 года Курмашева через интернет умышленно ввела целенаправленный сбор военных сведений о деятельности России для передачи информации иностранным источникам. Алсу Курмашеву постоянно проживает в Праге со своим мужем и детьми. Она прилетела в Россию по личным обстоятельствам еще 20 мая, однако по информации «Радио Свобода» при обратном вылете 2 июня ее задержали и оштрафовали за недекларирование американского гражданства. Оба паспорта, американские и российские, у нее изъяли, поэтому она была вынуждена оставаться в стране. Арест журналистки уже прокомментировали в «Радио Свобода». Алсу очень уважаемая коллега, преданная жена и любящая мать двоих детей. Она должна быть немедленно освобождена, чтобы иметь возможность вернуться к своей семье. Алсу Курмашеву многие годы освещает проблемы этнических меньшинств в Волго-Уральском регионе России. Она освещала вопросы защиты и сохранения татарского языка и культуры на фоне усиливающегося за последние годы давления российских властей на коренные народы. Против автора Масяни возбудили уголовное дело о призывах к антигосударственной деятельности. Создатели мультсериала Олега Куваева обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета в Петербурге. В среду днем о деле против Куваева сообщил телеграм-канал Мэш на Мойке. Причиной для возбуждения дела по данным Мэш стал эпизод Масяни и Далиада, вышедший в июле этого года. В ролик была интегрирована реклама украинского проекта «Хочу жить». Через его горячую линию российским военным, которые не хотят воевать, могут помочь сдаться в плен в ССУ. Сам Куваев при этом говорил ТАСС, что не знает ни о каком уголовном деле. В последние годы он живет и работает в Израиле. Убита сын и теща основателя групп «Пар Горького» и «Цветы» Стаса Намина. Подозреваемый – приемный сын Намина. Тело 85-летней Полины Ткаченко и 30-летнего кинематографиста Артема Микояна с колотерезными ранами обнаружили в их подмосковном коттедже в деревне Крюково в Истринском районе Подмосковья. Пишет База. Возбуждено уголовное дело. Убийство произошло около 9 вечера 18 октября. По подозрению в совершении преступления задержан приемный сын Стаса Намина, 39-летний Роман Микояна. Как сообщает База, он сам вызвал оперативные службы после убийства. На допросе задержанный рассказал, что родственники пытались поучать его из-за постоянных вечеринок и передряг, в которые он попадал, пишет Шот. Кроме этого, родственники якобы хотели, чтобы Роман отказался от употребления наркотиков. Отмечает Телеграм-канал. Это главные новости к этому часу. С вами была Анна Ривина, новости воздух на Ходорковский лайф. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Хорошего дня!